Инди-игры примечательны именно тем, что запуская какую-либо из них, у нас есть возможность увидеть что-то новое, то чего побоялись бы вставить дорогие проекты. Ежели данное новшество прижилось и понравилось геймерам, то уже можно на будущий проект и финансирование поднять. Однако инди-проекты имеют и свои недостатки. Первый это кот в мешке, то есть мы не знаем что покупаем и стоит ли овчинка выделки. Второй это графика и анимация персонажей, хотя это терпимо. И третий это особенно поначалу, обилие багов, так как у разработчиков просто не было финансов на бета-тестирование, а если игра начала продаваться, то геймеры сами напишут что и где не работает. Компания Soldek Entertainment является разработчиком инди-игр, с наковальникой сошли несколько проектов, на данный момент 5 и практически все они отличаются чем-то оригинальным. Кроме наверное Kivis Underworld, в кое я поиграл где-то с полтора часа и понял что зря потратил время, хотя есть и те кому она понравилась. Однако как по моему мнению об остальных играх следует знать, тем более что они у нас как-то совсем не прижились и вы вряд ли о них даже что-то слышали. И начнем мы с Depths of Peril или Эпоха Варваров, как перевела ее Акела. Кстати, действия большинства игр Soldek Entertainment происходит в одной фэнтези-вселенной, о которой я кратко расскажу. Действия игры происходит в мире Аллерия, кое населяют привычные нам народы, эльфы, дворфы и тому подобное, а над всеми ними висят боги, светлые и темные. И соответственно между ними постоянно происходят стычки, то зомби с некромантом захватят поселок и превратят всех его жителей в нежить, то затем королевские войска уничтожат нежить, а жители опять отстроят и заселят деревню. Пока не придут орки и не вырежут всех под корень, в общем так и живут. Точнее жили, пока однажды наги не вторглись в королевство людей большими силами. И так началась первая большая война, однако свет объединил все свои расы и наги были повержены. Через 600 лет уже темные эльфы пошли войной на свет, однако те опять дали отпор, а затем еще и захватили часть территории тьмы. После чего совет тьмы понял, что для того, чтобы захватить врагов и всех уничтожить, нужно и самим объединиться. И вот забыв все свои старые разногласия, нежить, демоны, наги и тому подобное поперли бить вражин. И когда победа была уже почти в кармане, светлые боги что-то там сотворили и союзники вновь стали грызться между собой. Тем самым временно оставив тех же людей в покое. Однако и без того ущерб был велик, у света осталось лишь несколько разрозненных поселений, коим и без объединенной армии тьмы грозила гибель. И в этот момент мы начинаем игру эпоха варваров. Действия игры происходят в варварской деревушке Йорвик, кои осаждают вражины, однако из-за отсутствия лидеров они не хотят идти на приступ. Главный герой игры претендент на пост Йорла, коих таких как он еще несколько. И наша цель заслужить доверие населения, укрепляя деревню и выполняя задания, попутно сместив других претендентов, стать единоличным правителем, ну и конечно же порубить всех вражин в капусту. Как всегда в подобных играх, перед началом мы создаем героя. В этот раз выбор пойдет на четверых протагонистов, это воин, маг, жрец и вор. Каждый из них обладает своим древом навыков и набором умений, в общем все как всегда, однако есть небольшое отличие. Если в том же Диаболу у всех героев вне зависимости от класса была мана, то тут мана есть только у волшебника. У остальных же магическая сила заменена на нечто другое, вроде у жреца это вера, а у воина адреналин. И если волшебник пополняет запасы силы глотая литрами бутылки с жидкостью, то воин восполняет свою полоску нанося тумаки вражинам. Вот такое хоть и небольшое, но отличие. Далее мы настраиваем мир, в котором будем жить, выбираем сложность, интеллект варваров, соперников, силу монстров и отправляемся в путь. Первые впечатления ничего хорошего не приносят, поначалу игра воспринимается как плохой клон Диабла. Мы берем задание вроде убить 10 зомби, убиваем их, сдаем, берем еще что-то похожее и опять идем колотить монстров. К тому же постоянно мы лицезреем не слишком хорошую графику, топорность персонажей и некоторые недоделки опять же с NPC. И в основе своей, поиграв 30-40 минут, многие игру бросают, однако как показала практика, зря. Дело в том, что только где-то спустя час понимаешь, что тут все намного веселее. Начинаешь замечать, что однообразные задания на убийство зверя, это не всегда рандом, и часть из них связана неким рассказом и сюжетом. Постоянно нас все дальше и дальше посылают в стан врага, и временами рассказывают историю, которая правда все равно заканчивается просьбой убить того или иного босса. Также конкурирующие с тобой кланы не сидят без дела и выполняют задания, и даже могут завалить босса, отняв у нас тем самым почет и уважение других. И в этот момент игра начинает нас понемногу засасывать. Эпоху варваров можно смело отнести к игре с открытым миром. Карта поделена на квадратные локации, соединенные с собой в ряде мест дорогой, чем-то напоминает пазл. Одной из таких локаций и является наша деревня, где и происходит борьба за власть. В поселке герой берет и сдает квесты, торгует и контактирует с другими кланами. У каждого клана есть своя резиденция, потеря кои ознамеревает о распаде данной гильдии. За вратами нас встречает десяток монстров, коих естественно придется истребить, для повышения репутации, опыта, да и новых вещей. У мишка монстры не блещут и нападают всем скопом, стараясь задавить числом. Всех темных также можно поделить по народностям, и время от времени можно увидеть, как орки дерутся с нежитью. Правда тут это не слишком важно, но дерутся скелеты с орками, что с того. Однако в последующих играх этот конфликт будет иметь значение, но сейчас не об этом. Иногда на карте будет появляться капитан какой-либо расы, о чем нам заблаговременно сообщат. И начнет, так сказать, собирать под свои знамена вражин. И наша задача будет уничтожить их, пока они не двинулись на поселок. Ну или не нам, клан, управляемый компьютером, также может уничтожить командира, на время отодвинув угрозу. Да и вообще, компьютерные гильдии ведут себя вполне адекватно, и также будут спасать мир. Хотя нам это не слишком выгодно. Время от времени будут проходить всевозможные случайные события, как хорошие, так и плохие. Хотя на большинство плохих событий мы сможем и должны влиять, чтобы не вернуться в обугленную деревню. Вроде вдруг кто-то отравит воду в колодцах, и цены на все, что имеет жидкость, возрастут, а нам нужно искать противоядие. Или ни с того, ни с сего, посреди поселка возникнет какой-либо монстр, и нам нужно в срочном порядке его убить, пока он не порвал жителей. Как уже было сказано, у каждого клана есть своя резиденция, кою со временем можно еще немного и улучшить. Правда создать новые комнаты или повесить трофеи на стену нам не дадут, однако кое-что апгрейду подвержено. Во-первых, в центре каждого дома стоит кристалл жизни. Как сказано в одной из книг, каждый может связать свою душу с кристаллом, и ежели связавший где-либо погибнет, то перенесется к камню, и тот, используя свою силу, воскресит хозяина, или хозяев, потратив часть своей жизненной энергии. Коя со временем восстановится, однако есть и другая сторона медали. Дело в том, что при уничтожении кристалла связь прерывается, и те, кто был к нему привязан, скоропостижно умирают. То есть тут становится понятно, что для того, чтобы наш клан не уничтожили, нужно не дать уничтожить кристалл. Еще в доме имеются 4 постамента для реликвий, поместив которые на них мы получим некоторые бонусы. Реликвии мы сможем или купить в магазинах, или выбить из монстров, и соответственно на подобии шмота постоянно будем менять их на более лучшие. В нашем доме имеется сундук для хранения добра, в который мы складываем то, что пока не нужно. Стоит сказать, что тут довольно интересно сделан инвентарь. Наш герой с собой сможет носить 4 сумки с вещами, и эти сумки вмещают определенное количество предметов. И соответственно со временем потроша монстров можно найти вместилище получше и побольше, тем самым расширив место в инвентаре. Еще одним видом мебели служит книжная полка, на кою герой сможет ставить найденные книги. Хочу отметить, что книги весьма увлекательны и добротно написаны. Наверное последний раз, когда я зачитывался историями из игр, это было во времена прохождения Моровинда, Обливиана или Скайрима. К тому же здесь есть интересная особенность. Ряд томов имеет продолжение и заставит нас искать новые экземпляры, дабы узнать, что было дальше. Ну а также книги еще носят и практический характер. Когда мы их ставим на полку, они так же как и реликвии дают бонус нашему герою. Далее слуги. По мере повышения репутации, народ будет платить нам налоги в виде кристаллов. И эти кристаллы мы сможем потратить и у дрессировщика, дабы купить для своего дома охрану в виде монстров. Каждый монстр имеет свой уровень и цену, а также цену в содержании. И наша цель, постоянно возвышаясь среди народа, улучшать слуг, дабы отбить в случае чего атаку другого клана или нападение монстров. Ну и в конце герои. Время от времени мы сможем нанять свою семью других NPC, кое так же привяжут свою жизнь к вашему кристаллу. Всего у нас в отряде может быть 5 человек, однако путешествовать по миру мы сможем только с одним, остальные остаются охранять дом. С нанятыми героями нельзя поговорить, однако они так же растут в уровне, правда только когда вместе с нами, и их можно экипировать по своему желанию. Тут всего пару слов. По ходу игры нам постоянно придется взаимодействовать с другими кланами, тем самым увеличивая или уменьшая репутацию среди их. То есть репа падает, когда мы ничего не делаем или требуем что-либо, и поднимается, когда мы дарим что-либо или налаживаем торговлю. Так вот, победу в игре можно одержать не только разрушив кристалл, но и путем переговоров. То есть поначалу завалив клан подарками, затем предложив пакт о ненападении, торговлю, союз и тому подобное. В конце если мы сильнее, то сможем договориться с лидером присягнуть нам на верность. Хотя быстрее все же уничтожить камень жизни, но долгий путь имеет свои плюсы. Несмотря на все вышесказанные плюсы, игра все же является середнячком, так как изобилует и кучей минусов, в плане большой сюжетной дырки. Но не путать с историей мира, тут все хорошо. Кривенькой даже для инди-проектов графикой и некоторых недоработок, в тех же слугах, героях и тому подобное. Однако в эпоху варваров все же можно поиграть, ведь в ней есть своя изюминка. Правда скажем так, еще не до конца высушенная и от этого не совсем качественная. Но это позволило к своим следующим творениям товарищам из Солдок Интертеймент подойти с большим профессионализмом и сделать кое-что более интересное. Но об этом в следующий раз. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.